Друзья, всем привет! И это третье практическое видео, посвященное переменной типу векторов, где мы с вами рассмотрим пока один из самых сложных примеров на канале, посвященный блюпринтам. Но, как только мы его разберем детально, он для вас сразу же перерастет из сложных в элементарные, и вы сможете использовать их практически постоянно, где вы только это захотите. Дальше на канале будет намного больше примеров такого типа для того, чтобы мы с вами учились и практиковались одновременно, чтобы не рассматривать только сухие переменные. Итак, что же это за пример? И это пример у нас с лопающимися сферами. Я вот здесь вот уже для вас подготовил несколько сферочек. Сейчас мы посмотрим, как это реализовано. Но прежде чем мы с вами продолжим, я думаю, что вы уже знаете, что нужно сделать, а именно это подписаться, поставить лайк и также оставить комментарий к этому видео. Ну что, погнали! Итак, что же это такое? Как это будет работать? Будет это у нас с вами выглядеть следующим образом. У нас с вами будут вот так вот взрываться различные наши сферы. А бонусом к этому видео я вам расскажу еще так же, как сделать таким образом, чтобы наши все сферы взрывались в разное время. Поэтому пришли мы один и тот же блюприт, просто он немножко у нас с вами изменен. И мы с вами познакомимся еще с event graph небольшим, с construction script, точнее. Итак, давайте приступим с вами, перейдем с вами в Photoshop для того, чтобы разобраться, как это работает сначала там, а потом мы вернемся с вами в Unreal Engine. Погнали! Итак, давайте сначала с вами разберем саму логику, а потом приступим к ее реализации. Первое, что нам понадобится сделать, это сделать таким образом, чтобы наша сферка, вот эта вот, да, она у нас с вами росла. И для этого нам с вами необходимо это найти ее значение масштаба, то есть получить ее масштаб, после этого прибавить к ней наше значение скорости, с какой она будет увеличиваться, и далее там уже переназначить и так далее и тому подобное. Но давайте начнем с самого начала и пойдем, пожалуйста, пройдемся сначала, пожалуй, по переменным. Итак, какие же нам переменные понадобятся? Первая, которая переменная нам понадобится, это переменная speed, то есть скорость, с какой будет увеличиваться наша сферка. И это будет переменная типа float. Вторая переменная – это радиус нашей сферки, радиус A, то есть это новый размер нашей сферы, которую мы будем назначать. И, как вы видите, это параметр, это переменный типа вектор. И третий тип – это радиус B, то есть то, с чем мы с вами будем сравнивать. Ведь нам же нужно сказать в движку, что смотри, когда наша сфера достигла значения 5, то ты уже перестаешь расти и выполняешь другое условие. Итак, что уже мы дальше делаем? Итак, у нас с вами есть сам наш главный объект. Вот он, да? Давайте подвинем чуть-чуть, секунду. Вот так вот. Итак, у нас с вами есть наш объект, это вот эта вот наша сферка. Теперь нам с вами необходимо использовать ноду, которая называется get world transform. И мы с вами получаем ее положение. Да, то есть мы ее соединяем и таким вот образом получаем ее положение. Вот. Что это нам дает? На выходе мы с вами получаем значение типа вектор, но при этом оно уже хранит у нас определенные какие-то значения. Почему я здесь написал ноль? Потому что по дефолту мы не знаем, где будет находиться наша сфера. И поэтому пока мы с вами не нажали кнопочку play, вот здесь вот значение будет ноль. То есть мы будем получать нули, потому что неизвестно, где находится сфера. Но когда только мы запустим игру, у нас с вами наш объект, найдет, игру, движок найдет нашу сферу в мире и получит, присвоит сюда определенные типы значения. Далее, теперь нам с вами необходимо, мы имеем значение сферы оригинальной, то есть какие у нее будут размеры. Вот здесь вот я немножко ввел вас в заблуждение, на самом деле здесь у нас будет не ноль, 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 а единицы, потому что дефолтное значение у нашей сферы это будет один, один, один. Давайте мы возьмем цвет, тот, который на самом деле имеет это переменная, и это у нас переменная типа вектор, и она имеет значение соответственно один, один, один. Теперь мы с вами к скорости, вот этой вот, которая у нас с вами есть, да, мы к ней будем прибавлять наше значение вектора. То есть мы вот это вот значение, которое у нас с вами здесь есть, сложим с нашим вектором. По дефолту я могу здесь поставить абсолютно любое значение. Я ставлю ноль, ноль, пять для того, чтобы скорость была не слишком большая, чтобы после того, как мы с вами запустили игру, чтобы у нас сверка немножко все-таки поросла и дала какой-то определенный, определенный результат. После этого, да, мы с вами должны сделать что? Мы с вами должны поустановить нашу переменную, новую, которую мы получили, да, соответственно, мы с вами берем нашу переменную, которая у нас является уже set, да, то есть мы устанавливаем нашу переменную, вектор, да, то есть вот здесь вот мы у нас были по нулям, и теперь мы устанавливаем новый тип наших переменных и, соответственно, отправляем ее вот сюда. Таким вот образом мы ее соединяем, и теперь у нас здесь будет наша новая переменная. Ну, соответственно, нам понадобится, как вы уже могли догадаться, это event-тик, да, потому что у нас будет происходить и будет происходить просчет каждый кадр, да, то есть мы их соединяем таким вот образом. Пока что на данный момент ничего не происходит. Происходит следующее. У нас есть сфера, мы получили ее координаты, мы прибавили к существующему масштабу 0.05 и установили новую сферу. Все. Больше ничего не происходит. Теперь нам нужно установить новые значения, то есть мы берем с вами, находим ноду, которая называется Set All Scale, то есть установить значения, установить мировой масштаб. Соответственно, мы с вами подключаем ее вот сюда, обязательно подключаем значения, которые мы установили в радиусе, вот в этом вот радиусе, да, мы их подключаем вот сюда, а также вы видите, что у нас здесь есть непосредственно синий импут, это отсылка к нашему reference object, то есть мы должны указать конкретно, какой объект мы хотим с вами увеличивать, да, соответственно, мы его подключаем вот сюда. И вот теперь у нас наша сферка будет расти перманентно, то есть постоянно. Она будет расти, 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 расти и так далее. Соответственно, нам нужна еще одна нода, и как вы уже могли догадаться, это нода Brunch, которая позволяет нам указать условия, что мы хотим сделать, когда наша сферка достигнет определенного значения. Итак, для этого мы с вами подключаем нашу ноду последовательно, и теперь вот здесь вот у нас будут происходить условия. Что будет происходить, если правда или если ложь? А вот это вот, красный импут, это и есть наш Boolean, то есть наше непосредственное условие. А будем мы с вами сравнивать с значением наша сферка, вот эта вот, да, вот эта вот наша сфера, которая радиус B, и мы будем ее сравнивать с радиусом А. То есть мы будем два вот этих вот значения сравнивать между собой для того, чтобы понять, действительно ли сфера B равняется сфере А. Как только они у нас станут равными между собой, у нас с вами произойдет переключение с True на False. То есть, грубо говоря, если у нас с вами вот здесь значение, да, давайте сферка А, значение у нас с вами 1.05, 1.05 и, соответственно, 1.05. А в значении B, сфере, да, мы с вами указали значение, допустим, 5, 5, 5, то при проверке вот этого действия он будет спрашивать, сфера B равняется сфере А? А если нет, то у нас будет проигрываться движение, которое False. То есть просто будет печататься Print. Print. В случае, когда пройдет определенный промежуток времени и наша сфера достигнет значения пяти, она будет медленно расти, 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 у нас с вами, соответственно, произойдет explosion, взрывчик небольшой. После чего наша сферка лопнет, исчезнет и проиграется определенный партикл через определенный тип нодов, который мы с вами тоже сейчас рассмотрим уже на практике при ее создании. Итак, я надеюсь, что логика ясна. Частично мы эту логику с вами уже разбирали в предыдущем видео. И теперь пришло время разобраться и посмотреть, как это работает на практике. Переходим в Unreal. Погнали, друзья. Итак, мы с вами вернулись в Unreal Engine. И как вы уже могли догадаться, первое дело, что нам необходимо сделать, это, соответственно, создать наш блюпринт. Итак, мы создаем блюпринт, актор, и называем его, допустим, xp, сокращение от explosion. Но впереди не забываем нажать pp, то есть блюпринт xp, после этого мы его, соответственно, заходим в него, раскрываем, и мы с вами видим стандарты наш блюпринт. Итак, первое, что нам необходимо сделать, это добавить компонент сферу, правильно? Правильно. Поэтому нажимаем на кнопочку компонент, add, и, соответственно, добавляем сферку. Вот она у нас существует. Вот она у нас есть. Далее, что нам с вами необходимо сделать? Переходим в Event Graph. И, в принципе, удаляем вот эти вот ивенты, пока что не нужны. Мы оставляем только один, это Event Tick. Вот она, да? Итак, как вы помните из нашей диаграммки, первое, что нам с вами необходимо сделать, это достать сферу, найти ее значение, то есть масштаб. Вытаскиваем ее из наших компонентов, и вот наша сфера. Теперь нам с вами необходимо найти размер нашей сферы. Для этого мы с вами вытаскиваем синенький из пиносфер проволоку, можно так ее назвать, и ворсаем. Соответственно, здесь мы с вами пишем GetWorldScale. И вы видите, что я получаю, нахожу функцию, которая называется GetWorldScale. И, как вы видите, я получил значение нашей сферки. Далее, что нам с вами необходимо сделать? По идее, я могу, вот просто для того, чтобы показать, что я получил значение, что значение сейчас здесь будет 1, 1, 1, я просто возьму и напечатаю Print, PrintString, и мы с вами посмотрим, какие же мы с вами значения получаем. Итак, да, то есть мы с вами будем сейчас, мы нажимаем с вами на Compile, заходим в Door, нажимаем Play, и, соответственно, что вы видите? Правильно, ничего вы не увидите. А почему? А потому что нашу сферку надо добавить на сцену. Ее не существует еще у нас в игре. Теперь она у нас, соответственно, есть, нажимаем Play, и вы видите, мы получаем значение 1, 1, 1, 1, переменной типа вектор. Отлично. Далее, что нам необходимо сделать? Далее мы с вами, как мы помним, необходимо сложить значение нашей сферки с новым значением. Для этого мы пишем с вами Add, то есть это простая математическая операция, и, как вы видите, у меня здесь я могу складывать как с вектором, да, но тогда мне нужно здесь вбить три значения, так же самое я могу создать переменную типа Float, да, давайте назовем ее Speed, переменная типа Float, Нажимаем Compile, и указываем ей скорость 0,5, для того, чтобы видеть, как растет наша сферка. Вытаскиваем сюда и говорим нет. И, как вы видите, мы можем ее подключить сюда. То есть я мог бы здесь использовать тоже переменную, переменную вектор, но тогда мне пришлось вбивать вот это значение в три раза, в каждую из этих ячеек, в каждую переменную Float. Ну а таким образом я вбиваю ее один раз. И, опять же, такие полученные значения давайте мы отправим в Print, для того, чтобы посмотреть, что происходит у нас. Когда мы с вами соединили наши два переменных, нашу переменную скорость и мировое значение, сейчас это действие будет выполняться всего лишь один раз. То есть если мы сейчас отправим данную вещь на Print, нажмем Compile и нажмем в Play, то вы увидите, что действие у нас произошло один раз. Ну, Print происходит печатание постоянно, а вот действие, которое математическое произошло один раз. Что нам нужно теперь сделать? Теперь нам с вами нужно установить новое значение для переменной, для радиуса 1. Для этого мы с вами разобьем связь, отсюда вытаскивая PIN или правая кнопочка Promote to Variable. Соответственно, мы с вами создали новую переменную. То есть теперь вот это, это наша новая переменная. И назовем мы ее, как и в примере я вам показывал, это будет RA. То есть, радиус A. Радиус A. После того, как мы с вами установили нашу новую переменную, вот здесь вот, это будет наш новый радиус. Нам теперь необходимо сказать, чтобы наш новый радиус был равен вот этой вот сферке. Для этого что мы с вами делаем? Для этого мы с вами, опять же таки, вытаскиваем PIN отсюда и пишем, соответственно, SetWorldScale. И находим, соответственно, SetWorldScale сферу. И, как вы видите, у нас уже сразу же указан объект, к которому мы будем применять этот новый скейл. И вы видите, что у нас есть значение NewScale. И мы, соответственно, отсюда PIN вытаскиваем и подключаем его сюда. И нажимаем Compile. Заходим обратно в наш уровень и смотрим, что мы получаем. И получаем мы теперь с вами вечно растущую сферку. Она будет увеличиваться вечно, пока полностью не поглотит весь, все это значение, как вы видите. И так далее, и так далее, будет нас отталкивать. Отлично. То есть у нас уже сферка наша, сферка наша уже увеличивается. Далее, что нам с вами необходимо? Теперь нам с вами необходимо сделать таким образом, чтобы в какой-то момент наша сфера остановилась. Для этого мы с вами находим ноду Brunch. Как вы помните, ее можно создать быстрой горячей клавишей, нажать B, левую кнопку мышки, и мы с вами получаем Brunch. Заходим сюда. И теперь давайте посмотрим, как будет происходить у нас Condition. То есть давайте мы с вами создадим Print. Ой. Sorry. Print. PrintString. И PrintString. Это два PrintStringа. Для того, чтобы понять, какое условие у нас сейчас с вами выполняется. Тут у нас будет, пускай будет Big. То есть это большая, да. А здесь пускай будет Small. То есть маленькая. Давайте цвет тоже поменяем для того, чтобы с маленькой мы понимали, что это красная. А Big пускай у нас будет с вами зеленая. Для того, чтобы понять, какое условие выполняется на данный момент. Обратите, кстати, внимание, что сейчас Condition у нас стоит True. То есть мы с вами заходим в нашу сферку, и как вы видите, у нас будет печататься Big. То есть у нас с вами выполняется вот эта последовательность. Соответственно, если мы поставим галочку False, нажмем Compile, вернемся обратно в Door, нажмем сюда, и вы видите, что у нас выполняется вторая последовательность, то есть Small. Отлично. С этим разобрались. Теперь нам нужно сделать таким образом, чтобы движок самостоятельно определил, когда будет True, а когда False. И вот здесь вот нам поможет, соответственно, что? Правильно. Очередная переменная, которая называется Radius B. Я выделяю данную переменную, Radius A, делаю Ctrl D на клавиатуре, то есть произвожу дубликат, и называю ее RB. Вытаскиваю ее вот сюда, именно говорю Get, то есть я хочу ее достать. И вот здесь вот нажимаем Compile, и вот здесь вот я укажу значение 5, да? То есть у меня сферка, когда у меня сферка достигнет значения 5, то есть когда Radius A и Radius B будут равны друг другу, тогда у нас происходит изменение условия. Для того, чтобы сравнить два значения между собой, и, кстати, я сейчас достаю переменную Radius A, тоже Get, то есть я буду их сравнивать между собой. Для того, чтобы их сравнить между собой и получить значение либо правда, либо ложь, я использую ноду, называется она Equal. То есть я написал два раза двойно, два раза равно, это означает, что Equal. То есть она сравнивает равны ли значения между собой. И после того, как я их подключаю между собой, вы видите, что внизу у меня выключилось значение Tolerance. То есть это уровень погрешности, который может быть. Давайте поставим здесь единицу, то есть плюс-минус один пункт, он может быть разным. То есть этот ивент, вот этот вот, может выстрелить и сработать на четырех, да? Или же может выстрелить и сработать на 4 и 5. Зачем это нужно? Потому что мы просчитываем каждый фрейм, и иногда оно может пропустить это значение, да? И, соответственно, у нас в одном фрейме наше значение было, условно говоря, 4, оно не равно 5, а в следующем значении оно стало 5 и 1. И из-за этого и оно не равно уже 5. То есть мы проскочили этот порог. А вот эта вот единица, она позволяет нам, собственно, предотвратить вот такое вот последствие. Итак, давайте с вами проверим теперь, как работает. Ну, соответственно, Condition подключаем сюда. И теперь нажимаем Compile, заходим в Door и смотрим, что у нас разработает. Видите, у нас Big, Small. И у нас пошла дальше последовательность Small. То есть, давайте еще раз. Small, Small, Big, Big, Small. Все, видите? Но поскольку у нас здесь никаких действий не произошло, он просто напечатал. Соответственно, далее, что нам с вами необходимо сделать? Теперь все очень и очень просто. Что когда мы с вами достигли это значение, мы хотим, чтобы отыгралось значение True. Соответственно, мы с вами можем выполнить следующую ноду, которая называется Destroy Actor. Destroy Actor. Итак, что у нас будет с вами происходить? А будет происходить с вами следующее, что когда наши сферы будут равны между собой, мы просто удалим наш актер. Compile, Save, смотрим. Я упал, извините. Бывает, бывает. Возвращаемся сюда. И вот вы видите, бум, наша сфера достигла определенного значения и удалилась. Все. То есть мы с вами уже определили, до какого момента наша сфера будет расти. Давайте мы можем сделать, чтобы наша сфера росла не до 5, допустим, а до 10. Соответственно, перейдем к Compile, Save, и видим, да, 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 бух, все. То есть, как только наша сфера достигает значения нашей текущего радиуса, она просто-напросто лопается. Так, в примере я также вам показывал еще тот факт, что мы можем проиграть взрыв. Для этого мы с вами воспользуемся нодой, которая называется Spawn. Spawn Emitter at Location. Вот этот вот. И, соответственно, мы здесь его подключаем сюда, в исполнение, чтобы у нас сначала заспаунился локатор, а после мы уничтожили нашу сферку. Итак, что для этого нужно сделать? Первое. У нас с вами необходимо указать локацию, да, и масштаб. Масштаб самого партикла, а локацию – это место, где он должен спамиться. Потому как, если мы это не укажем, то он у нас будет спамиться в нулевых координатах. Итак, первое, что мы сделаем с вами, это укажем тип эмиттера, который мы хотим использовать. Давайте возьмем стандартный PS Exposure. Это стандартный из набора. Далее, локацию. Как вы уже догадались, если мы смогли найти Get World Scale, соответственно, таким же самым образом мы с вами сможем найти и Get Location. Соответственно, я опять вытаскиваю сферку, опять вытаскиваю ползунок и пишу Get Location Mode. И, соответственно, как вы видите, мы получаем значение Return Value – это наш локацию. Запихиваем его вот сюда. Опять же таки нажимаем Compile. И теперь, когда мы с вами нажмем сюда, будем смотреть, наша сферка растет, растет, пункт, и получается маленький взрыв. Но у нас-то сфера большая, а мы хотим, чтобы она взорвалась по-большому. Соответственно, что мы с вами должны сделать? Все верно. В параметр Scale, вот сюда, нашего партикла, его, который будет размер, мы должны запихнуть радиус А. То есть это текущий радиус сферы. И нажимаем Get. Не сравнять, не сравним, не значение, которое мы сравниваем, а именно текущий радиус сферы. Соответственно, мы запихиваем его вот сюда. Вот таким вот образом. Нажимаем Compile, переходим во вкладочку Doors, нажимаем Play, и теперь мы увидим с вами большой-большой взрыв. Итак, это первая часть, которую я вам хотел показать. И теперь давайте сразу же уже тогда рассмотрим и бонусную. Бонусную часть, которую я вам хотел показать. В частности, смотрите, если я вытащу две наших сферки, вот сюда, да? То есть вот они, наши две сферки. Так-так-так-так, отлетим чуть-чуть подальше, поставим их вот сюда. Давайте сделаем еще одну сферку вот таким вот образом. То, когда мы с вами нажмем Play, то вы увидите, что все три сферы одновременно увеличились и одновременно взорвались. Да, иногда так и надо. Окей. Но что, если мы хотим, чтобы они бах-бах-бах, то есть взрывались по-разному? И вот здесь вот нам с вами приходит на помощь уже Construction Script. Да, все верно. Construction Script. Соответственно. Итак, что мы можем в нашем Construction Script указать? Мы с вами можем указать это разное значение размера сферы. Да? То есть вот это переменно, мы можем указать разное значение. Итак, что для этого нам с вами нужно сделать? Для этого нам необходимо вытащить радиус сферы вот сюда и указать ей Set. То есть мы хотим установить ей новое значение. Да? И, соответственно, подключить его вот сюда. Вот сюда. Да? То есть вот мы с вами устанавливаем новое значение. Какое это новое значение будет? Вот здесь вот уже все зависит от нас. Нам с вами необходимо указать значение для вот этих вот перемен. И как вы видите, у нас здесь три параметра. Что мы с вами можем сделать? Мы можем нажать правой кнопочкой и нажать Split. И мы ее просто-напросто разбиваем в наш вектор. То есть мы получаем доступ к каждому из этих флотов по отдельности. И теперь мы с вами можем спокойно написать функцию, которая называется RandomInRange. RandomInRange. Да? То есть вот мы с вами получим какое-то определенное значение в диапазоне от минимального до максимального. И мы, соответственно, можем их все запихнуть в одно значение. То есть у нас будет одинаковое значение для трех переменных. И давайте мы укажем минимальное, пускай будет один, потому что мы хотим, чтобы наша сфера была минимум одного размера, единичкой, минимальное, а максимальное, пускай будет, например, двадцать. И Construction Script у нас с вами работает таким образом, что действия, которые происходят вот здесь вот, они указываются на заранее, то есть до того, как действие будет происходить здесь. Соответственно, мы теперь с вами фактически для каждого значения вот Radius B указали свое собственное уникальное значение. Давайте с вами это проверим. Нажимаем Compile, заходим в вкладочку игры, нажимаем Play и смотрим. И, как вы видите, у нас наши сферки взрываются в разное время. И взрывы у всех, соответственно, большие. Соответственно, что мы можем сделать? Мы можем здесь указать, допустим, не 20, а чуть-чуть поменьше, ну, допустим, пускай это будет, пускай будет 3, но 3-то слишком быстро будет взрываться. Давайте 7. Вот, соответственно, мы установили для каждой, для переменной rb, для каждой сферы, сферы, которая находится на сцене, рандомное значение для параметра для Radius B. То есть мы теперь с вами можем раздублировать данные сферки вот таким вот образом. соответственно, вернуться на наше смотровое место, нажать play и будем смотреть, как взрываются наши сферы. Я что думаю? Думаю достаточно на сегодня на этом видео, поэтому если есть вопросы, задавайтесь, задавайте. Я надеюсь, что это видео было полезное и вы смогли узнать действительно, что-то новое для себя. поэтому всем доброго, хорошего настроения, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok